На календаре 6 июня. День по-настоящему летний. И тут с народным календарем не поспоришь, поскольку по всем приметам именно 6 июня начиналось лето, солнечное, жаркое. В старину его отмечали особенно, а еще славили шиповник. У цветущего куста бабушки собирали своих внуков и рассказывали им разные сказки, истории, байки. А делали они это для того, чтобы их непоседы росли спокойными и послушными. «Ох, лето красное!» – восклицал великий Пушкин. Сегодня, 6 июня, в день рождения известного русского поэта, вся страна отмечает праздник русского языка. Мы знаем наизусть многие его произведения и часто цитируем. Встречаем времена года пушкинскими строками «Мороз и солнце», «День чудесный» или «Унылая пора», «А чьи очарования?» Когда подходим к зеркалу, тут же спрашиваем, «Я ли на свете всех милее?» Примечательно, что Самара была первым городом на Волге, где установили памятник Пушкину. 6 июня 1902 года в Самаре открылись два школьных санатория. Об отдыхе и лечении детей позаботилось Самарское общество врачей. После торжественного молебна дети сделали фото на память. Об этом сообщила газета «Голос Самары». Сегодня день рождения электроутюга. Его придумал и запатентовал 6 июня 1882 года американец Генри Силли. Однако большую радость владельцы таких утюгов не испытали. В обиходе они были очень капризны. Обращаться с ними было и трудно, и опасно. В первых электроутюгах не было устройства для регулирования температуры, как сейчас, поэтому они часто перегревались и прожигали одежду, а напоследок могли и током ударить. 6 июня, ровно 125 лет назад, родился Валериан Куйбышев. С 1935 по 1991 год его имя носила Самара. Вихрь чувств, фантастическая энергия, врожденная комедийная жилка и постоянная жажда работы. Такой была Татьяна Пельцер. Известная актриса театра и кино, народная артистка Советского Союза родилась 6 июня 1904 года. Она блистала в фильмах, Свадьба с Приданом, Солдат Иван Бровкин, Максим Перепелица, Укратительница Тигров и многих-многих других. Сегодня свой день рождения отмечают братья-близнецы Бориса и Константин Бурдаевы, солисты популярной группы «Братья Гримм». Они родились 6 июня 1981 года в Самаре. Здесь же музыканты начали свою карьеру. Кроме того, с 6 июня в разные годы пришли в этот мир испанский живописец Диего Веласкес, герой гражданской войны Николай Щерс, армянский композитор Арам Хачатурян и продюсер группы «Нана» Барри Алибасов. Именины у Григория, Никиты, Федора, Ивана и Семена. За обилие света и сочную зелень лугов называли июнь в народе цветущим. Сильные росы в этот день сулили хорошее урожай, особенно льна. Удачи и до завтра!